приветствую вас мои дорогие зрители с вами Лилия Донскова в этом видео я хочу вам показать некоторые фишки которые вам помогут разнообразить макияж на весну и на лето сделать немного более светлые открытые выразительные глаза и прежде чем начинать делать макияж всегда начинаем с того чтобы увлажнить губы пока мы будем делать макияж губы увлажняться расправиться станут мягкие и готовые к нанесению помады кстати кто узнает это мультиактивный бальзам еще из прошлой коллекции и я обожаю эту коллекцию мягенькая гладенькая один был в заначке я его недавно открыла и просто наслаждаюсь этой легкостью мягкостью очень жалко что его убрали итак в чем фишка макияжа смотрите я сейчас сделала уже тон немного румян положила пудра то есть прям легкую-легкую такую коррекцию очень важно чтобы тон кожи был хороший то есть выровнять недостатки убрать лишний блеск если он есть если есть поры значит надо масочку делать крема с лифтинг эффектом подготовленная кожа уже такая ухоженная аккуратная она уже выглядит как готовый макияж но если мы чуть-чуть добавим яркости тем более что сейчас не модно слишком темные яркие макияжи наоборот идет такая тенденция чтобы макияжи были более нежные более такие мягкие и именно чтобы подчеркивать а не нагружать перегружать лицо макияжем и так я тут волшебной палочкой помахала но прежде чем делать макияж глаз я хочу рассказать про брови почему про брови потому что если вы сначала сделаете глаза да то можете про брови забыть о брови это как рама для картины и они должны быть тоже вот как говорят текст должен дышать так и брови должны дышать не нужно их делать такими четкими темными однотонными однородными как будто это наклейки я сейчас в последнее время наблюдаю что многие мастера работают таким образом я даже с одной девушкой ввязалась в переписку у меня в ленте выходит модель то есть она показывает вот я сделала брови моя работа новая свежая и там вот просто как будто она ее так прилепила ровные без изгиба без намека такие наклейки черные и говорят что это хорошо я не выдержала не могу молчать я ей пишу зачем вы девушек портите это что вы делаете брови отдельно девушка отдельно а тем более там фото до и после то есть девушки уже приходят с красивыми бровями то есть у них красивая форма хороший рост бровей они достаточно наполненные поэтому если у вас уже изначально брови хорошие смотрите их не перегружайте так что нужно для того чтобы брови сделать идеальными щеточка вот такая вот маленькая щеточка я ее использую в карандаше giordani goal с обратной стороны и какую любую палетку мне больше всего нравится новая палетка серии the one я думала что уже лучше чем помада для бровей ничего не будет оказывается вот эта палетка победила здесь три оттенка я беру самый светлый у меня самый последний и мне нравится что здесь такая остренькая вот прям тоненькая тоненькая кисточка и нам нужно сделать такую имитацию как будто волосики вот так вот растут то есть мы этой же тоненькой кисточкой я просто рисую начало брови очень легко и аккуратно ухожу дальше то есть смотрите это самое светлое место вот это начало его важно не перегрузить если вы сюда сразу положите такие пятна темные трудно будет потом убрать может быть не заметите но вы делаете фотографии до и после и смотрите потому что вот в фотографии сразу видно какие есть недочеты я даже когда рисую какие-нибудь картины и не вижу недостатков или не понимаю где что-то пошло не так я делаю фотографию вот знаете даже просто телефон навожу на рисунок и сразу вижу где у меня что-то пошло не так и смотрите и потом легко иду рисунок по брови я не буду сейчас вам показывать как брови красить правильно там есть разные схемы я чуть-чуть их не делаю слишком толстые и уже беру более темный цвет и вот сюда вот на это место середину брови можно проложить темненьким так возьму-ка я зеркало чтобы мне поближе смотреть а то вдали я не очень хорошо уже вижу где я там рисую и важно важно особенно для взрослых девочек смотрите у брови есть хвостик кончик то есть начало середины и конец если вы слишком низко опускаете вот этот конец и прямо его скругляете то соответственно что происходит вы придаете себе возраста то есть прибавляете плюсуйте несколько лет потому что вот сюда вот сложили даже можете просто карандашом нарисовать посмотреть поэтому нам хвостик брови нужно поднимать если у вас с возрастом немножечко кожи поплыла вниз соответственно бровь вместе с ней то лучше даже убрать лишние волосочки на конце брови и рисовать хвостик чуть выше я сейчас покажу как я это сделаю так ой чуть пудры не набрала на кисточку то есть я беру вот сюда чуть-чуть наращиваю сверху то есть у меня вот как идет край последнего волосочка я над ним добавила прям чуть-чуть то есть не увожу вниз а именно по рисунку и теперь чуть-чуть можно добрать добрать цвета добрать немножко цвета внизу подчеркнуть вот эту линию вот все бровь появилась я вторую сейчас не буду рисовать чтобы вы даже посмотрели насколько просто если брови сильно такие лохматенькие путаются то нужно обязательно и до начала расчесать того как вы красите и потом еще раз так расчесать есть еще прекрасный такой инструмент как тушь для бровей тушь для бровей у меня кстати еще в старом варианте и светлая тушь с маленькой удобной кисточкой и вот мне очень нравится потом зафиксировать и так вот прочесать то есть мы придаем блеск брови но это для меня светловатый чуть-чуть ну пусть попался такой я его тут оставила сейчас все уляжется будет классно то есть такой появляется объем у брови хороший появляется блеск ухоженность и брови фиксируются и можно взять потом тоненький карандаш если он есть остренький и чуть-чуть начало брови прямо прорисовать как будто волосочки вот так вот появилась пушистость объем и в то же время легкость даже можно было чуть-чуть вот от начала еще более светлым сделать но поверьте мне когда записываешь видео нужно все рассказать все учесть не очень удобно это делать теперь глазки смотрите даже если у вас нету нужных карандашей ярких каким-то сочных летних но есть вот такой карандаш стойкие тени хрусталь то вот с ними можно творить чудеса я прямо специально по просьбам моих зрителей решила записать видео и показать как я делаю вот этим карандашом прекрасный легкий такой летний макияж смотрите стойкие тени это значит что они когда мы их прокладываем они будут стоять очень долго то есть будут держаться долго но в начале когда мы их только наносим у них достаточно жирненькая такая консистенция если вы сразу начнете по ним работать с сухими тенями то можно сделать очень крутой макияж и так показываю давайте начнем с верхней части а потом покажу нижнюю то есть я чуть-чуть прокладываю теней они такие светленькие искрятся и сразу смотрю где у меня будет заканчиваться рисунок тени я очень люблю тени потому что благодаря теням мы можем создавать любые формы знаете чем детские рисунки отличаются от взрослых в детских рисунков нет теней и за счет это все плоское просто как раскраска а взрослые научились прокладывать тени и у них конечно получаются очень красивые объемные работы и я беру свою палетку и хочу сделать сегодня вот такой зеленый макияж зеленый будет и светлый и смотрите я конечно понимаю что макияж получится очень такой летний легкий но тем не менее будет мне кажется прикольно так чуть-чуть добавляю острый кисточкой и увожу так сразу вверх и уже видно что нам даже не нужны цветные карандаши мы можем просто используя тени делать очень красивые оттенки а так как основа стойкие тени карандаш у нас получится очень стойкий для лета идеальный макияж и вот тут вы можете добирать сколько вам нужно цвета то есть чуть ближе к середине или сделать прям легкую черточку и потом я беру пушистую такую мягкую кисть и набираю просто светлый светлый оттенок чтобы прокрыть вот эту вот область такой нюдовый спокойный цвет и немножко же остаточки и под бровь все вот верхняя часть готова теперь самое интересное это вот как сделать внизу тоже красивую стрелочку этими же стойкими тенями прокладываем от начала до конца прокладываю и внутренний уголочек тут нам нужны искорки нужна такая будет красота и опять же этой же острой стрелочкой набираю зелененькие тени даже можно взять знаете какие чтобы не совсем все сливалось а еще у меня есть такой оттенок голубой и внутри тоже какие-то золотые искорки и они очень даже близкие смотрите что получится тем более у меня и в кофточке есть такое же и когда я прохожу по хрусталику такой вот легкими припечатывающими движениями еще важно чтобы вниз не осыпалась сначала обязательно пудрой пройтись даже если тени будут сыпаться вниз вы потом кистью стряхнете если вы пудрой не сделаете то соответственно у вас будет припечатается тени их трудно будет потом убрать смотрите какая игра не знаю видно или нет на камеру но в жизни это так красиво все переливается искрится даже голубой тон и пошел сюда хорошо но нет завершенности видите как будто вот это место оно совсем пустое и тут мы берем с вами любой карандаш или подводку но желательно не черный то есть цвет лучше взять в этом варианте коричневый например карандаш чтобы не было слишком резкого потому что макияж такой нежненький получается легкий я делаю острую прям острую такую стрелочку и начинаю с внутреннего уголочка и прокрашиваю прямо стараюсь в ресничках то есть чуть-чуть добавила и глаз уже начинает очерчиваться и увеличиваются так неудобно и тут я тоже прокладываю стрелочку вверх легкую маленькую и немножечко добраться внутри посередине глаза то есть по всему росту ресничек в них в них в них я стараюсь попадать я кстати поменяла карандаш мне показалось жордане не так хорошо рисует по теням как вот этот карандаш The One важно чтобы не было пробелов вот и теперь смотрю на себя кстати любой макияж когда мы делаем нужно отходить то есть в зеркало смотрите когда маленькая то вы не видите всей картины целиком надо отойти посмотреть и уже тогда будет видно что вот например вот эту стрелочку нужно добавить иначе получился глаз слишком круглый я ее вот так вот держу вверх совсем другой вид все вот этого достаточно для легкого такого летнего макияжа осталось сделать только ресницы я возьму тушь мою любимую пять в одном кстати мне еще понравилась тушь с изгибом где она у меня тут вот тушь кстати с зогнутой кисточкой тоже очень интересно работать с ней легко и интересно давайте я ей тоже накрашу сейчас реснички и вот такой макияж он не скучный он легкий он создает хорошее настроение у меня тушь уже заканчивается ой все-таки пять в одном мне нравится больше чем мне нравится что вот кисточка настолько маленькая тоненькая а глаза чувствительные я могу прям подобраться близко-близко к началу роста ресниц а это очень важно особенно для тех у кого ресницы светлые чтобы не оставалось просвета между стрелкой и ресничками потому что если они такие вот очень светленькие беленькие сверху смотришь и там как видно начало роста ресниц не прокрашенная и с тушью я также работаю всегда сначала один глаз крашу быстро слой за слоем пока тушь еще имеет хорошую сцепку эластичная я не даю ей высохнуть до конца я все время быстренько добираю тушеную кисточку делаю следующий слой и вот сейчас уже можно работать с кончиками расчесывать и доводить до идеала всего два слоя уже какой классный эффект ну и помним про нижние реснички даже если они такие вот маленькие тоненькие как у меня их все равно нужно подчеркнуть вот что получилось если бы я это делала макияж этот не на видео а сама я бы его сделал за 5 минут это очень быстро тут самое долгое это ресницы накрасить а все остальное это просто ерунда и вот так пальчику можно какие-то реснички внешние чуть-чуть подогнуть классно мне нравится если вам нравится такой макияж напишите в комментариях делаете ли вы такие вот фишечки может быть вы сами какие-то придумали лайфхаки как использовать косметику чтобы например имея одно средство где у меня этот прелесть вот имея один продукт можно с ним делать массу вариантов макияжа и не накупать десятки разноцветных карандашей просто если база вот такая нейтральная оттенок светлый можно сверху работать любыми тенями коричневыми рыжими фиолетовыми розовыми то есть все что вы хотите чтобы сделать вот такой глаз видно сразу что он стал большим распахнутым по сравнению с соседним и помните про брови то что они оставались у вас легкие пышные больше естественности и если вам уже дано от природы своя красота то просто немножечко ее подчеркивайте спасибо вам большое за внимание если видео полезное помните поставить лайк и писать обратную связь всего доброго пока пока